Это рубрика Город.Точка зрения. Добрый вечер. Говорят, ты это то, что ты ешь. Сегодня узнаем о том, что ест большинство россиян у того, кто в этом хорошо разбирается. Ведущего специалиста, эксперта отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ольги Харольской. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. По данным Росконтроля, 75% популярных в России колбас является фальсификатом. Может ли это означать, что мясо в колбасах можно не искать? И, собственно, тогда из чего оно состоит? Управление Роспотребнадзора не располагает такими данными. Надзор направлен на выявление фальсифицированной продукции. В 2015 году на фальсификацию было отобрано около 2000 проб и находок не было выявлено. Если у потребителя есть сомнения, то возможно проведение исследований видового состава входящего мяса в пищевой продукт. И здесь также находок не было выявлено. Хорошо, но что тогда вы понимаете под фальсификатом? Нужно сказать, что на законодательном уровне, 29-м федеральным законом о качестве и безопасности пищевых продуктов, определено, уже есть понятие фальсифицированной продукции. Это такая продукция, имеющая свойства умышленно измененных, поддельных. В отношении ее есть уже обоснованные доводы о ее фальсификации. Именно фальсифицированная продукция, она признана также некачественной и опасной. Она не может находиться в обороте и подлежит изъятию утилизации. А почему же так получается, что на многих так или иначе колбасах есть штамп ГОСТ, которому очень сильно доверяет, особенно старшее поколение, но колбаса-то не соответствует заявленному стандарту? В чем отличие колбасной продукции, выработанной по ГОСТу или по техническим условиям ТУ? Здесь разница может быть в рецептуре, но независимо от того, по какому нормативному документу она выработана, в первую очередь продукция должна быть безопасной. Она не должна нанести вред для здоровья населения. А вот были ли случаи, когда, грубо говоря, покупатель пришел в магазин, купил колбасу, отравился ей и в данном случае, получается, отвечает не магазин, который продал некачественную продукцию, а именно изготовитель? И насколько сложно вообще это доказать? Ну, за последнее время, вообще, можно сказать, за последние три года, за последние буквально, может быть, даже 10 лет, это так можно сказать, отравлений зарегистрированных от колбасной продукции не было. Ответственность ложится на кого? Здесь может быть целая цепочка ответственных лиц, начиная с завода-изготовителя, далее это может быть оптовое звено, какая-то оптовая база, которая может закупать колбасную продукцию для ее дальнейшей реализации в торговую точку. И, конечно, третье, самое ответственное тоже звено, это торговая точка, родовец. Нарушение может быть выявлено на каждом из этапов, на этапе производства, на этапе оптового хранения, на этапе уже самой в торговой точке реализации. А как вы считаете, возможно ли такая законодательная инициатива, чтобы приравнять торговлю некачественными продуктами к преступлению, как вы считаете? На законодательном уровне ответственность такая уже есть, существует. Она предусмотрена двумя кодексами, это кодекс об административном правонарушении и кодекс уголовный. Последний вопрос задам. Очень интересно узнать, как все-таки распознать колбасу на этапе, самом первом, когда ты в магазине, а уже не потом, когда ты уже дома и поел, и что-то страшное с тобой случилось. Несколько простых советов, пожалуйста. Да, действительно, лучше приобретать колбасную продукцию в магазинах. Не следует употреблять ее на улице у случайных лиц, у незнакомых лиц, что очень часто тоже имеет место быть. Ну и в первую очередь колбасная продукция, она должна иметь желание ее купить, приобрести. То есть она должна иметь какие-то внешние отличительные признаки. Не следует приобретать колбасную продукцию с неприятным запахом, с недоброкачественным внешним видом, имеющий уже, может быть, липкий на ощупь, имеет она липкость, имеет ослезнение. Фарш, допустим, у вареных колбас, он должен иметь розовый цвет. То есть сам аромат колбасных изделий, специи, входящих в ее рецептуру, должен быть приятным. Ольга Владимировна, спасибо большое за полезные советы. Всего вам доброго. До свидания. На этом у меня все. И я передаю слово моим коллегам.